Эгей, мы вернулись. Продолжим. Итак, нужно уничтожить очередного тигра, на которого нападет очередной элементарь, пока тигр не отличился. Отличился, в смысле я хочу сказать. Рискнем. Элементарю все равно не жалко. И в логове никаких проблем. Лишние тигры вокруг тоже скоро будут уничтожены. Итак, отряды воинов могут возвращаться на свое месторождение. Точнее, нет. На место ботирования. И с локацией. И какие еще военные термины можно к ним применить? Потому как месторождение это у них столица. Научись быстро лечиться. И лечись. Так как ты стоишь, ты вылечишься быстро. Обработка бронзы очень нужна. Как военная технология. Что ж, здесь пока стрельбище. Можно будет начинать производить лучников. Стрельбище дает им всего лишь дополнительный опыт, но это совсем неплохо. Пора бы, наверное, разбираться с этой стоянкой. Но для этого мне нужна, пожалуй, даже троечка-четверочка лучников. А их я произведу лишь после стрельбища. Из-за того, что у меня медленно идет научный прогресс, я постоянно не могу чего-то допроизводить в столице. Это можно решить, перейдя на пошлины, открыв торговлю. И, наверное, мне это нужно. Если сменить обработку бронзы на торговлю, то я изучу ее за 25 ходов. Хм, ладно. 25 так 25. Это было больно, наверное. Со всего размаху врезаться в тигра и умереть. Уничтожьте то, что не доделал элементарь. Физическое повреждение. Что ж, это мелочи. Возвращайтесь. Где-то у меня был тот замечательный рабочий с элементарем. Чудно-чудно. Парень просто кладезь элементарий. Я даже не знаю, откуда он получил такое чудесное свойство. Может и какой-нибудь другой рабочий сумеет его получить. Нет, не сумеет. Странно. Вроде у меня даже маны воздуха нету. Чтоб вызывать воздушного элементаря. Но тут иногда рандомно мутируют рабочие. Видимо, это как раз то самое. Случайная мутация. Которая приводит к эволюции. Или как там еще в любых иксах. О, очередная пивоварь и очередные гномы. Которые мне совершенно не нужны. Если уж говорить про религию, то для меня выгоднее всего брать братство листвы. Эльф, все-таки ничего не поделаешь. Нет, 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 нет. Ты совсем садишься в город. А не на чуть-чуть. Пока не выдачишься. Стрельбище два хода. Плюс а вот лучникам. А лучники-то эльфийские. С дополнительной прокачкой сразу. В общем, это просто замечательная вещь. Очередное стрельбище. И тут какое-то скопище нечисти. Я даже не знаю, как это называть. Лучше улететь подальше от грифона, он нас догонит. Все равно догонит, но... Но лучше поздно, чем рано. Предоставим выбор судьбе. Надеюсь, грифон не полетит за элементалем. Иначе разведка лишних земель окажется... Эм, да. Поздно. Грифон полетел за элементалем. Ребята уже... Уже поняли, что я их поджал. И готовятся к войне. Мне бы тоже не помешало, но... Пока у меня слишком плохо с экономикой для этого. И относительно хорошо будет только через... 18 плюс сколько там столица будет расти ходов. Хм... А мы вызываем очередного элементаля. Мы, конечно, кормим варваров опытом. Но... Это того стоит. Или не стоит. По крайней мере, элементали пока оказывались крайне полезны. Что ж еще, лученько. Ага. Элементаля. Ты, товарищ, полетишь сюда. Хм-хм-хм-хм. Железно-деревянная амуниция. Благодаря тому, что я имею железное дерево. Ума не приложу, как могут быть стрелы из железного дерева. Но это фантазийный мир. Тут все может быть. Дальнобойная атака. Пожалуй, да. И... Предел дальнобойной атаки. Или еще дальнобойной... Нет, предел дальнобойной атаки. Все-таки я собираюсь использовать лучников. В первую очередь, именно как дальнобойные, обстреливающие противников войска. Вспомогательные. А не основные. Ну, а кроме того, они хорошо защищаются. Но это уже мелочи. Плану. Вот они, морские пираты. Судя по... Всему, они ко мне приплыли. Только я в упор не вижу, где. Собственно говоря... Видимо, проплыли мимо. Ну что ж, проплыли так проплыли. Они сильно более развиты, чем... Я, Майер и все остальные. Но тут уж ничего не поделаешь. Планун это ланун. А ты, пожалуй, будешь... Методом уничтожения стеков. Больших стеков. Без проблем. Удивительно. И у меня опять деньги уходят в минус из-за накопления армии. А что делать? Торговля еще не скоро появится. И здания строить... Никакие. Ооо! 98% и ты проиграл. Я так надеялся на тебя, а ты подвел меня. Где... Да. Дай мне еще одного. Уууу! Ребята... Вот что я вам скажу. Вы отправляетесь в город. Потому что вас собираются съесть. Нет. Тебе придется пройтись по угоду признаков. Как бы страшно это ни звучало. К счастью, великан не делает два хода сразу. Но... Черт подери, от этого не легче. Придется еще убавить расходы на науку. Что? Ага. Они убежали. Это очень хорошо. Да. Так, это совсем неплохо. Очередной элементарь. Как же быстро он может так призывать. Меня это просто радует. посиди, отдохни. Никуда не ходи, пока великан вокруг бегает. Это было бы крайне непродуктивно. Ну... Все уже, конечно, плохо, но мы еще посопротивляемся. Не сказать, потому как, что все хорошо. Механас все еще хуже. У эльфов, судя по счету, тоже. Потому что у меня маленький счет лишь от того, что плохая экономика. А у этих двух ребят экономика отличная, но у одного мало территорий, а у второго, судя по всему, тоже мало территорий. Элементарь, ты полетишь, как это ни странно. А вы все ждете здесь, пока он куда-нибудь не долетит. И как там оказался рабочий? Прощай, глупый рабочий. Ты встал под великана, и теперь тебе не место в этом мире. Я уверен, что ты был не тем умным, хорошим, рабочим, который дает мне элементарий. Что еще можно хорошего сказать по тебе в памяти? Ну, наверное, ты умер не зря, хотя и черт его знает. Привидение? Хм... Накидка странника. Ох, какой лак! Что ж происходит-то? Ладно, видимо, на этом видео придется завершить, потому что лак просто невозможен. Я пока попытаюсь от него избавиться, и до следующего раза. Пока! 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 Пока!